Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас миди. Это три порции, потому что одной порции я не наедаюсь. Две, ну так себе. Вот три. Это нормальный вариант, так скажем. И сегодня я вам буду рассказывать историю, которую не рассказала до конца в прошлом своем видео. Точнее, я рассказала до конца, но все начали спрашивать про то, встречала ли я свою бывшую подругу после того, как она меня кинула на деньги. И, оказывается, я совсем забыла. И эту историю, оказывается, я уже рассказывала где-то год назад. Но я просто в шоке от вашей феноменальной памяти. Вот как вы помните, что год назад я рассказывала эту историю? Ох, прям у меня слюники. Я так ждала эти миди три с половиной часа, прикиньте, даже больше. Почти четыре часа очень долго. Такая плодоставка, давайте немножко, немножко лимончика. Нос что-то у меня чешется, кто-то по мне скучает. Наверное, вы. В общем, мне сегодня утром, кстати, еще отправили видео, как молодой 22-летний парень бросился с 17-го, по-моему, этажа. Это прям ужас какой-то. Сначала говорили, что он типа тикток хотел снять, но потом оказалось, что нет. Просто молодой, красивый, энергичный, богатый молодой человек решил броситься. Не понимаю таких людей. Зачем? Но, видимо, в конце у меня есть видео, я хотела его залить в инстаграм. Потом я подумала, может, некоторые не хотят видеть подобный материал. Я беру, заливаю как-то неправильно, наверное, там. Ну, в общем, сейчас не об этом. Как произошло, что меня кинули на деньги? Это видео с роллами. Я оставлю его в инфобоксе. Вы можете перейти и посмотреть. Как вкрасце скажу. Моя подруга сказала, что ей нужны деньги. У нее действительно был срез, и она должна была заплатить за этот срез. Я вытащила, дала свои деньги. Но сказала, что эти деньги я могу дать только до октября. По-моему, до октября было. Она сказала, что да, летом поработаю, отдам деньги. Но потом не отдала, заблокировала меня, выставила меня еще виноватые. В общем, встречала ли я свою бывшую подругу после того, как произошло вот это все? Нет. Ни разу нигде не встречала. Могу объяснить даже почему. Дело в том, что у ее отца были точки Садаряки. Кто живет в Баку, знает, что такое Садаряк. Это такой оптовый рынок, что-то вроде черкизовского в Москве. Просто там чисто работали оптовики. И дело в том, что в какой-то период этот рынок стал неактуален. Люди начали напрямую заказывать из Турции или напрямую из Китая. И мало кто ехал именно туда. Поэтому у него начались проблемы у отца, моей подруги. И он начал брать в долг у своих родственников, у знакомых. Отец был очень порядочным человеком. И он увидел, что всем вокруг он должен отдать эти деньги не может. И он решил взять кредит в банке под залог своей квартиры. И как сейчас помню, 770 монат, они должны были каждый месяц платить в банк. То есть сумма была крупная. И дело в том, что, скорее всего, они не смогли выплатить этот кредит до конца. И как бы их выселили. Из квартиры. Потому что они уже в конце, когда мы общались. Моя бывшая подруга рассказывала о том, что они хотят продать эту квартиру. Купить себе какую-то однушку. И отдать этот долг в банк. Потому что если банк самостоятельно продает недвижимость. Я опять же не знаю, я не сталкивалась. Я могу и ошибаться. Мне просто она так рассказывала. То они продают очень-очень дешево. Как правило. Как выгодно им. Легче продать самому. Купить себе что-то. У них, по-моему, четырехкомнатная квартира была в новостройке. Просто огромная. Обалденная просто квартира. И они поставили за нее слишком завышенную цену. И они никак не могли продать. Вы знаете, под этим мукбанком я читала комментарии. И столько людей пишут умные вещи. Реально. Вот я абсолютно искренне говорю. Когда я читаю ваши комментарии. Я реально думаю, блин, сколько умных людей. Вот абсолютно искренне вам говорю. Одна девочка написала. Почему-то не пошла к ее отцу. Реально. Вот сейчас я думаю. Почему я в тот момент не пришла вечером к ним в гости. Потому что у нее папа обычно только вечером дома бывает. Пришла бы. Я же знаю их адрес. И сказала бы. Вот такая вот ситуация. Тем более. Отец сам своим дочерям не очень-то и доверял, так скажем. В том плане, что много раз ловил их на вранье. Вот в элементарной ситуации я всегда говорила своей подруге. Я говорю, у тебя отец в сложной жизненной ситуации. 700 монат, которые вы должны банку, можно получить очень легко. Устроиться обеим сестрам на работу. Они все равно не учились, ни в универе, нигде не работали. Втроем просто сидели дома. Можно устроиться и помочь отцу. Но они считали иначе. Во-первых, отец сам тоже говорил. Не работайте, сидите дома. Я сам решусь. Где-то через, наверное, год я встретила этого парня. С которым, кстати, мы вот это все обсудили в метро. У которого она пыталась взять деньги и отдать мне. И при этом выставить меня каким-то рекетом, который требует деньги с нее. Я узнала у него, что как, что почем. Он сказал, что банку выплатить сумму они не смогли. Их выселили. И они как бы вынуждены были переехать в Грузию. Потому что в Грузии у них был родительский дом. То есть родительский дом отца. Они родом были из Грузии. Она была грузинка. Какие огромные медиа. Обожаю меди. Особенно большие. Он сказал, что моя подруга обручилась соседам сверху. Бросила его. Сосед сверху был богатый, обеспеченный молодой человек с квартиркой. Там тоже у них отношения не сложились. Полгода они побыли обрученными. Потом выяснилось, что она параллельно общалась еще с другими молодыми людьми. Также со своим бывшим. Это ему не понравилось. Он устроил скандал. Пришел к ней в квартиру. То есть он, получается, сед сверху. Просто спустился вниз. Он ей подарил шубу. Подарил бриллиантовое кольцо. Все, что он ей подарил, он отобрал. Прикиньте. Такой вот мужчина. Из-за того, что она общается параллельно с другими мужчинами. Как он узнал, я это не догнала, если честно. У нее просто главная цель была, у кого можно хапнуть побольше, кого можно развести. Ее сестра вообще как бы... Говорила, что если нет денег, зачем общаться с таким мужчиной. Ну да ладно, это просто позиция человека. В общем, мне деньги никто не вернул. Короче говоря, Свою бывшую подругу я ни разу не видела после этого. Более того, Она переехала из Баку, получается, обратно в Грузию. Один раз я наткнулась на ее младшую сестру. Просто она была под другим именем. Там как будто она в Дубае. Возможно, это не ее фотографии, я не совсем поняла. Там было несколько фотографий, где с ее лицом. А все остальные фотографии, где она спиной или просто видно ноги. И было видно, что она где-то в Дубаях, в Арабских Эмиратах. После этого мне никто не звонил. Меня никто не искал. Я тоже У всех сестер Я была в блоке. Просто у нас есть одна общая знакомая. Она у меня спросила, почему мы перестали общаться. Я рассказала эту историю. А, еще какая ситуация была. Совсем забыла. Прикиньте, я забыла это. Хорошо, что не забыла. В общем, у меня был парень. И младшая сестра ее начала писать этому парню, который ухаживал за мной. Мы так общались с ним, что мне не стоит доверять. Я встречаюсь с женатыми, богатыми дядями. Я такая в шоке. В смысле, с какими женатыми, богатыми дядями. Мне никогда в жизни такого не было. Мне никогда в жизни такое не предлагали. С левого аккаунта под другим именем пишет моему парню. Я была в шоке. Сказать, что им может понравиться этот парень, который за мной ухаживал, я просто не допускаю. Потому что они рассматривали только суперобеспеченных каких-то молодых людей. То есть, если тебе не интересен молодой человек, зачем ты это делаешь? Просто так, чтобы отравить жизнь мне. Я вот искренне не понимала, что я плохого сделала человеку, который вот так вот преследует меня, хочет сделать что-то плохое. Вы знаете, я даже не разозлилась. Мне просто стало смешно. Я иногда думаю, вот человек так меня ненавидит, а продолжал общаться на протяжении, например, длительного периода. Вот представьте, например, я в ютюбе снимаю какое-то видео. Они это видят. Если они меня искренне ненавидят, возможно, они мне пишут плохие еще и комменты. Знаете, больше всего в этой ситуации мне было жалко не себя, не ее. Мне больше всего было жалко вот этого парня, который обещал как раз таки отдать деньги. Он платил за все просто. Пытался ей помогать. Она ему сказала, что я пошла на работу, мой босс ко мне пристает. Он сказал, сиди дома, я тебе заплачу эти деньги, которые платит босс. Находил где угодно денежку и платил ей. Давал ей деньги, обеспечивал, хотя был из бедной семьи. А в конце просто им воспользовались и бросили. Хотя человек относится очень даже искренне. И опять же, я считаю, не ее вина. А я дурочка, что повелась. Так что вот так вот переехали они, видимо. может младшая вышла замуж, живет в Дубае где-то. А может просто фотографии выкладывает. Так что вот такой вот у меня опыт неприятный был. Лимоны все-таки, мне кажется, были лишними. Но было очень вкусно. Несмотря на то, что это тройная порция, я просто с удовольствием это съела. И не могу сказать, что это много. Правда, калорийно, конечно, но очень вкусно. На этом все, мои хорошие. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. Пока.